Продолжение следует... Аккумулятор я лишь сегодня поговорю о отличиях данного аккумулятора от предыдущих моих версий. Схематично это все тот же самый аккумулятор, только в другом корпусе и с небольшими изменениями. Именно про эти изменения сегодня я вам расскажу. Ну, во-первых, как вы видите, капитально у нас, кардинально точнее, изменился корпус в первую очередь. Изменился по той причине, по двум причинам. Первая, многие хотели именно такой корпус. Я не знаю на самом деле зачем, потому что предыдущие корпуса, которые у меня были, они разрабатывались в течение нескольких лет. В течение нескольких лет подбирались к размерам тех корпусов оптимальные по размеру элементы. И также к размеру этих элементов оптимальные по размеру корпуса подбирались. То есть все было тютельку в тютельку. И компоновка у тех аккумуляторов была максимально плотная. За счет этого объем аккумулятора при одной и той же емкости в сравнении с этим был гораздо меньше. Но почему-то захотели именно такой корпус. Данный корпус, в отличие от предыдущей версии, в белом корпусе, исполнен не из ABS-пластика, а из полипропилена. Вкратце, если кто не знает, ABS-пластик довольно твердый и при этом, как следствие, хрупкий. То есть он надежный, но если его уронить, он колется. Полипропилен это пластик, который более пластичный. Он не такой твердый, то есть когда на него нажимаем, он мягкий, по нему прям видно, он играет. Но за счет того, что он имеет высокую пластичность, он существенно лучше переносит ударные нагрузки. Поэтому корпуса такого плана называются ударорочный, ударозащищенный. Сейчас я вставлю вам врезку, где человек весом 75 кг будет ногами стоять на данном аккумуляторе. Вы, скорее всего, сейчас уже видите этот кадр. И, как вы можете видеть, он спокойно переносит такой вес. Более того, я лично на него вставал. Мой вес составляет без малого 1 центнер. И также без проблем данный аккумулятор переносит такие нагрузки. Если бы я это сделал на корпусе с предыдущей версией, на белом корпусе с ABS-пластика, то аккумулятор с этим корпусом, скорее всего, вышел бы из строя. Здесь аккумулятор имеет очень толстые ребра жесткости, которые проходят по всему периметру. Сам корпус исполнен из пластика толщиной 4 миллиметра. Могу при вас замерить. Толщина ребра составляет 4 миллиметра. Но весь корпус отлит с одинаковой толщиной. Поэтому надежность его гораздо выше в плане ударных нагрузок. Ну и, в принципе, данный корпус при эксплуатации, как мне кажется, наверное, все-таки немножечко более удобный. У него есть складная ручка, которая уже идет с завода. То есть такой корпус изготовлен с ручкой уже именно заводского исполнения. В отличие от предыдущего корпуса, где ручка устанавливалась дополнительно. И крепление данной ручки выполнено таким образом, что оно не оставляет отверстий в корпусе аккумулятора. Если вы помните, предыдущая ручка устанавливалась на 4 винта, поэтому оставались отверстия в корпусе, что нарушало влагозащищенность корпуса. Здесь эта проблема сведена на нет ввиду отсутствия этих самых отверстий. Аккумулятор, точнее крышка аккумулятора закрывается на такие вот защелки. Но чтобы у вас в процессе эксплуатации не произошло непредвиденной ситуации, когда вы нечаянно открыли эту защелку, и у вас откроется крышка, так как крышка не крепится 8 винтами, как в предыдущем случае. Здесь применено такое решение, что крышка в двух местах скрепляется винтами с гайками М6. То есть если даже у вас в процессе эксплуатации нечаянно отщелкнутся фиксаторы, то открытие крышки у вас не произойдет. За это не переживайте, поэтому закрученными винтами эти защелки выполняют скорее даже декоративную функцию, чем функциональную. Это что касается отличий по корпусу. Далее отличия по компоновке. Их несколько. Много людей просило у меня устанавливать врезной USB порт. Еще раз повторяю, во всех видео повторял, что я не знаю зачем вам это надо. Я не представляю как в условиях рыбалки можно заряжать гаджеты. Зачем? Ну ладно, клиент всегда прав. Если клиент хочет, пожалуйста. Поэтому в данной модификации уже изначально в корпус врезан два USB порта с током 1 А и второй порт с током до 2,1 А. Это честный ток. Я проверял указанный ток. Данный переходник держит. Обратите внимание, это стандартный USB порт с напряжением 5 В. Почему-то многие думают, что если аккумулятор 12 В, то USB порт должен быть 12 В. Но нет, это обычный USB порт для зарядки любых гаджетов, которые заряжаются от USB. Выполнен он с резиновой заглушкой. Резиновая заглушка также выполнена воедино с прокладкой. Поэтому порт устанавливается через прокладку. И сверху закрывается заглушка. Закрывается очень надежно и очень плотно. За это можете не переживать. Нечаянно на рыбалке у вас эта заглушка не откроется. Видите, я дергаю специально за хвостик, показываю вам, что открытие не происходит. Поэтому влагозащищенность такого решения находится на максимально возможном уровне. USB порт скоммутирован через выключатель. Поэтому, когда у вас выключен выключатель, порт не работает. Когда включен выключатель, можете видеть, USB порт начинает работать. Поэтому, если вы заряжаете какой-то гаджет, вам отключать его от USB порта не обязательно. Достаточно выключить только выключатель. Параллельно с выключателем также скоммутирован вольтметр, совмещенный с индикатором заряда. Это еще одно из изменений. Раньше я устанавливал только вольтметры. И ориентироваться по напряжению было далеко не всем удобно. Люди не могли понять, насколько сильно у них разряжен аккумулятор. Потому что разрядное напряжение литий-железо-фосфатного аккумулятора, как я много раз уже говорил, оно довольно стабильное. И ориентироваться по нему по напряжению довольно сложно. Здесь уже установлен графический индикатор, который имеет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 градаций уровня разряда. И ориентируясь на этот индикатор, вы уже примерно можете понимать, насколько сильно у вас разряжен аккумулятор. Это, уточняю, не ваттметр полноценный. Это все-таки индикатор. Но с точностью плюс-минус 10% он позволяет вам понять, сколько у вас остался, какой запас энергии у вас остался в аккумуляторе. Это, как мне кажется, огромный плюс. Дальше. Зарядный порт, в общем-то, остался такой же, как на предыдущем аккумуляторе, с током до 10 А. Также в этот зарядный порт вы можете по-прежнему подключить переходник под прикуриватель, который я в одном из предыдущих обзоров уже показывал. На этапе разработки данного аккумулятора также было много раздумий на тему, стоит ли устанавливать в корпус врезной разъем прикуривателя, такого же формата, как USB-порт. Но в итоге, в общем-то, пришли ко мнению, что прикуривателями в аккумуляторе пользуется довольно малое количество пользователей. И, помимо прочего, вы можете видеть, что размеры самого прикуривателя очень внушительные. То есть в корпусе надо иметь пустое место, довольно-таки внушительное по длине для того, чтобы установить врезной прикуриватель такого вот плана. Поэтому было все-таки решено отказаться от установки врезного прикуривателя. И если вам требуется прикуриватель, вы можете купить такой переходничок. Стоимость его всего 500 рублей. Ну что, как понимаете, довольно-таки смешные деньги по нынешним временам. Это один поход в Макдональдс на двух человек. К данному прикуривателю можно подключать любые нагрузки с током до 10 А. Ну, как правило, люди подключают насосы, чтобы накачать лодку. То есть используют его один раз в день по приезду на рыбалку. Еще присутствует один порт на аккумуляторе. Объясняю, для чего он нужен. Точнее, для чего он нужен был по задумке. Дело в том, что предыдущий зарядный порт рассчитан только на зарядный ток до 10 А. Больше через него пропускать ток нельзя. Данный же разъем уже рассчитан на токи до 25 А. На этапе сборки аккумулятора планировалось, что будут в продаже у меня также зарядные устройства с током до 25 А. Для того, чтобы люди цепляли их не на клеммы, а вставляли через штекер, что довольно-таки удобно. Но, к сожалению, по независимым от меня причинам, на данный момент часть груза зависла на таможне, зависла очень надолго. И среди этого зависшего груза, в том числе, не зависли также зарядные устройства на те самые 20 и 25 А. К сожалению, на данный момент, на сегодняшнее число, на момент записи видео, я не могу сказать, когда поступит эта часть груза, где находится зарядное устройство. Поэтому на данный момент зарядных устройств у меня таких в наличии нет. Если вы смотрите это видео позже, чем середина июня, то уточняйте наличие таких зарядных устройств у меня на Авито. Ссылочка, как обычно, будет в описании под видео, по которой вы можете перейти, найти мои контакты и уже уточнить все те позиции, которые у меня есть в наличии на данный момент. На сегодняшний день я могу вам предложить только зарядное устройство на 5, либо 10 А, которые работают через данный разъем. Еще одно основное отличие это клеммы. Кто помнит, раньше я использовал металлические, ну то есть стальные обычные клеммы, не из цветного металла. И помимо прочего была такая проблема, что они постоянно раскручивались. С этой проблемой я постоянно боролся. В общем-то решение оптимальное в итоге было найдено. Но оно не совсем гуманное в том плане, что токовыводы при таком решении получаются обесцвеченными. То есть колпачки красный и черный присутствуют, но если вы снимаете колпачок, красный либо черный, у вас соответственно уже непонятно, где у вас минусовая клемма, где плюсовая. В данном случае токовыводная клемма имеет пластиковую обойму, которая снизу имеет цветное обозначение плюс это или минус. Здесь вы видите, что обойма черного цвета, значит это минусовая клемма, соответственно вторая клемма красного цвета это положительная клемма. Помимо прочего одно из главных отличий данной клеммы от предыдущих в том, что здесь помимо резьбы М8, которую можно подключать обычный наконечник кольцевого плана, надевать сверху, также присутствует сквозное отверстие в самой резьбе. Поэтому если у вас провод без наконечника, просто кусок оголенного провода, вы его сюда вставляете и сверху накручиваете клемму. И никакой наконечник вам к проводу цеплять при таком раскладе не требуется. Ну а если у вас провод с наконечником, то вы значит поступаете как обычно, надеваете его сверху и зажимаете клемму. Данные клеммы не хуже, не лучше в общем-то чем предыдущего, чем клеммы предыдущего типа, которые я применял. Просто они имеют цветную маркировку, что более удобно и не надо на корпусе наносить дополнительную маркировку. Ну и плюс, как уже сказал, они в общем-то сделаны из высококачественной латуни, рассчитаны на большие токи и имеют сквозное отверстие, то есть удобные в плане подключения проводов. Выключатели также применем другого плана, потому что предыдущие выключатели нажимного типа, вы помните такие маленькие нажимы, они рассчитаны на минимальный ток. А сейчас через данный выключатель коммунируется довольно-таки высокая нагрузка в виде USB порта, поэтому выключатель требуется использовать на большие токи. Совсем забыл рассказать вам про габариты. На данный момент, как я уже сказал, часть груза зависла в пути, поэтому сейчас линия аккумуляторов по емкости будет представлена всего лишь двумя емкостями. Это 70 Ач и 90 Ач, ну точнее это пока ориентировочная емкость, потому что я еще не производил замеры по емкости, такие замеры я произведу в конце видео. Я только-только сегодня собрал первый аккумулятор, так сказать, пробный вариант, еще даже его не измерял. По габаритам получается по длине, с учетом длины клемм ровно 30 сантиметров, по ширине, с учетом выпирающих частей 25 сантиметров и по высоте 13 сантиметров. То есть 30, 25, да, 25, 30, 25, 12. Если кто не помнит, предыдущие корпуса у меня были размером 32 на 24 на 11, то есть, ну не сильно меньше, но все-таки поменьше по объему. Как уже сказал, 70 либо 90 Ач могу собрать в таком корпусе, то есть размер будет одинаковый, что в первом, что во втором случае. Вес в первом случае будет порядка 6,5 килограмм при емкости 70 Ач, при емкости 90 Ач вес будет порядка 8 килограмм, плюс-минус 200 грамм. Вес варьируется в зависимости от того, сколько изолирующего материала применяется внутри аккумулятора. Когда будут наличия аккумулятора на 110 Ач, то есть, когда я их соберу, они будут готовы к отгрузке, и, соответственно, видимо, досниму дополнительное видео, в котором уже укажу их габариты и вес. Но ориентировочный вес там будет в районе 10 килограмм, габариты чуть-чуть побольше. По поводу влагозащищенности аккумулятора. Один из главных вопросов постоянно. Я всегда говорю, что несмотря на то, что все заглушки имеют резиновые уплотнители, и сверху все закрывается резиновыми заглушками, то есть, аккумулятор довольно-таки неплохо защищен от попадания влаги. Но стоит учитывать, что ни клеммы, ни переключатели, ни тем более вольтметр-индикатор не имеют полной влагозащищенности. Поэтому, если вы планируете эксплуатировать аккумулятор в очень влажной среде, я крайне рекомендую устанавливать в аккумулятор дополнительно влагозащищенный БМС. Сейчас в аккумуляторе по умолчанию установлено очень высококачественный БМС на 100 А разрядного и зарядного тока, полностью симметричное. Я применяю в своих продуктах всегда изделия одного класса, одного производителя, которые зарекомендовали себя хорошей работой на протяжении многих лет. Многие видели уже эту БМС, она состоит из 20 транзисторов, симметричное, полностью на 100 А зарядного и разрядного тока. Либо устанавливаю одностороннюю, здесь двухстороннюю БМС, радиаторы с двух сторон и транзисторы также с двух сторон. Либо есть БМС, как это уже производитель, но односторонняя, также на 20 транзисторах. Но, как видите, ее длина в два раза больше, потому что она односторонняя, но при этом она более плоская. Ну, по сути, это в работе одинаковый БМС, абсолютно никакой разницы нет. Но у них один основной минус, они не имеют никакой влагозащиты и не имеют защиты от короткого замыкания. Поэтому, если вам требуется защита от короткого замыкания и также защита от влаги, то я крайне рекомендую установить очень хорошую БМС, которая также не раз показывала себя в предыдущих видео. На рабочей токе 60 А данная БМС также двухсторонняя, полностью герметичная, абсолютно, то есть не боится попадания влаги внутрь аккумулятора и также конденсата, который может образовываться, если вы эксплуатируете аккумулятор на открытой воде и он у вас находится постоянно в рундуке на лодке, аккумулятор может насосаться, конденсата. Вот для такого случая надо ставить такую БМС и с такой БМС аккумулятор абсолютно будет не бояться воды, даже если вы его нечаянно утопите, внутрь корпуса попадет вода, а аккумулятор при этом из строя не выйдет. Доплатить за такой БМС на сегодняшний день требуется всего лишь 1300 рублей, это невеликий день, как мне кажется, вы сами можете посмотреть на том же Алиэкспресс, стоимость БМС на самом деле выше даже, чем озвученная мной сейчас сумма. С установкой такой БМС у вас аккумулятор будет полностью защищен от влаги и от короткого замыкания, также в данной БМС применяются более качественные силовые транзисторы и изменена система балансировки по сравнению с стандартной БМС. То есть данный БМС гораздо лучше балансирует аккумулятор. Для вас никаких особых внешних изменений в этом не будет, но поверьте мне, что элементы с данной БМС проходят стадию балансировки гораздо более грамотно. Если вдруг вам мало 60 А разрядного тока, кстати, уточню 60 А, это ее номинальные разрядные токи, но ввиду того, что применяются силовые транзисторы очень высокого качества, на самом деле данный БМС работает длительное время с хорошей перегрузкой. Фактически с данной БМС можно получать ток 80 А смело, и она при этом не перегревается. Но если вам по каким-то причинам данного рабочего тока мало, могу вам предложить к установке БМС еще более высокого качества, еще с более лучшими характеристиками. В данной БМС разрядные токи, указанные на корпусе, 80 А, зарядные токи 60 А. Фактически данный БМС спокойно выдерживает полуторакратную перегрузку и спокойно работает с разрядными токами до 120 А и зарядными токами до 90 А. Вы можете видеть, насколько эта БМС отличается по размеру, несмотря на то, что между ними разница всего якобы в 20 А по разрядному току, но вы видите, что фактическая разница по длине в два раза, и по ширине также разница в два раза. Здесь применено большее количество транзисторов и применены более мощные радиаторы, более толстые, которые улучшают теплоотвод от БМС. Также все эти БМС, что на 60 А, что на 80 А, оснащены датчиком температуры. Перегрев аккумулятора с данными БМС исключен в принципе. Цену на установку 80 А я сейчас назвать не могу. Уточняйте ее, пожалуйста, в сообщениях, потому что сейчас по памяти я не помню, сколько придется за нее доплатить. За 60 А, но, как уже сказал, доплата всего лишь 1300 рублей. И самое главное о ценах. На сегодняшний день, на вторую половину июня 2020 года, аккумулятор в таком корпусе на 90 Ач обойдется вам в 24 900 рублей. Это ровно та же стоимость, что и у предыдущего аккумулятора на 92-93 Ач, который у меня был в продаже. То есть цена особо не изменилась, при том, что емкость осталась практически прежняя. Это несмотря на то, что сейчас есть очень большие проблемы с доставкой грузов. Очень сильно поднялись тарифы на доставку, так как многие знают, что сейчас границы закрыты за коронавирусом. И поставок по привычным каналам нет. Поэтому доставка очень сильно подорожала. Это первый момент. И второй момент. Изменился очень сильно курс доллара. Если в конце января, в начале февраля предыдущая партия выкупалась по стоимости 62 рубля за доллар, то на сегодняшний момент цена уже 70 рублей за доллар. То есть подорожание составило 15%. Несмотря на это, я по-прежнему держу минимально возможные цены на свою продукцию. 24 900 рублей за 90 Ач и 20 900 рублей за 70 Ач. Стоимость зарядных устройств уточняйте также дополнительно. Обращайтесь ко мне в сообщениях. Я вам все объясню и поясню, сколько это стоит на сегодняшний день. Потому что цены могут меняться. Цены на аккумулятор в ближайшее будущее вот такие, как вы сейчас услышали. Продолжение следует...